и вот дорогие друзья у меня сегодня и замечательная возможность побывать в лжирской квартире и показать вам устройство внутри квартиры как вы видите я нахожусь во внутреннем дворе то есть дома построены по кругу вот это комплекс жилой и он закрытый вот там вот располагается решетка охрана то есть в принципе здесь женщины не гулять с детьми но у них уже есть вот такая вот мини-площадка тут были качели когда раньше приезжали такой вот тут сад парк еще интересный факт что за ним ухаживают мужчины женщины не выходят заниматься этим делом покопаться в земле они здесь копают сажают цветочки и сами за ними ухаживают полевая женщины вот видите закрытые просто куда-то идут по своим делам в магазины в общем не гулять они здесь детишками но так как комплекс закрытый они выпускают своих детей погулять здесь и детки гулять сами по себе мамы смотрят с балкона давайте зайдем в парадную и посмотрим устройство самого дома так как видите сразу все бросается в глаза что все каменные абсолютно все это не многоэтажки это квартиры но в основном вообще во лжире строят квартиры 5 8 этажей таких прямо на каэтажке это не строит вот в подъездах есть проветриваемая вентиляция зимой здесь холодно достаточно когда дует ветра так полы каменные все вот насквозь подъезды убирают сами люди но в некоторых домах идет уборщицы но конкретно в этом доме убирается сами люди уж не знаю как они соблюдают очередь еще что интересно убирается только дети и только мужчины женщины не выходят здесь убирать подъезд что интересного хочу отметить что здесь всегда две двери бывает дверь но здесь вот заложено стеклом да а так не заложено просто решетка чтобы женщина внутри могла открыть и безопасно разговаривать с человеком она может скрываться отойти чуть-чуть одеть платок но она будет как бы общаться с человеком безопасно ну и вторая дверь в общем-то саму квартиру так алжирские квартиры практически все трехкомнатные меньше комнат я не видела потому что у них очень большие семьи и вот эти вот государственные дома выдают жилье в зависимости от количества детей то есть чем больше у вас детей тем шире соответственно жилье так обычно три комнаты очень часто здесь есть вот такое вот то есть башни до построен дома и вот такой полукруг куда принципе мебель поставить еще что хотел отметить что опять-таки же все каменное полы стены это все каменное вот они любят мыть прохлада в летний жаркий день также есть комната для родителей я не буду туда заходить вести съем 3 комната детская но здесь пока еще не везли мебель в общем повторяю что квартира съемная как здесь платят здесь платят сразу же за год то здесь нету как у нас в россии помесячная аренда здесь платят за год аренду и выходит что выходит что за месяц где-то 20 тысяч динар стоит такая квартира если по-русски переводить то это где-то девять с половиной десять тысяч рублей но не забывайте что здесь и зарплату в половину меньше поэтому так еще хотела показать вам прекрасные штуки которые есть каждой алжирской семье вот такое половое покрытие это бюджетный вариант ковров они состоят из пластиковых трубочек их очень легко мыть стирать просто вы можете подмести помыть их тряпочкой но они сохраняют тепло зимой спокойно можно постелить и детки будут сидеть на таких вот ковричках кухни кухни достаточно небольшие всегда это какая-то сплошные такие бетонные колонны которым потом приделывают дверинки да вот табуна я рассказывала что в квартирах она тоже существует пекут хлеб дома когда очень жарко выносить ее на балкон про балкон и я тоже раньше рассказывала ранее в других передачах что их обычно два в квартире первое это хауш это вот с кухни выход то есть вы мойте полы и прямо фра-туаре швабрами и швабрами все это выводится выводится вот такие вот канализационные трубы которые потом текут на улицу что еще хотел показать вам что вот какие существуют резервуары воды огромный вот такие вот пластиковые до этого я вам показывала где мы берем воду в алжире до в домах какой резервуара это вот резервуар воды который стоит дома и еще несколько припасов на другом балконе то хотел отметить что в квартире нету системы отопления он конкретно в этой квартире других может быть есть и люди практически весь алжир отапливаться вот такими шафажами да он газовый то есть он как-то подключается газу потом зажигается и греется ставится он посредине всей квартире то есть в коридоре до прихожей скажем так и его тепла хватает на всю квартиру вот вид балкона как раз таки о чем я говорила что все квартиры они как-то так располагается у них вид есть и на эту сторону внутренний двор и на наружный двор на дорогу поэтому женщины готовят на кухнях и смотрят своих деток ну вот все-таки в квартирах это очень удобно мне кажется что дети гуляют можно приглядывать за ними в одно время давайте зайдем в ванную комнату посмотрим какое и устройство устройство и и в принципе как и в россии ванна как ванна такая же как и в россии и раковина тоже поэтому никаких один диковинок тут нет сначала не хотела показывать вам устройство туалета потому что думаю туалет как туалет но потом решила что нет туалет то не как туалет но в этой конкретной квартире унитаз обычный да европейский но во многих алжирских домах квартирах предпочитают туалеты такие как уличного типа как по типу у нас раньше были на вокзалах дырки в полу вот они предпочитают такое там смеси религии не знаю убеждений а что конкретно хотела я здесь показать это вот это что здесь мало используют да и практически не используют туалетную бумагу туалетная бумага находится только в домах кто хочет ей пользоваться а так в каждой организации например больницы школы и везде везде в каждой алжирской семье есть вода либо это специальные шланги до проведены без обидуары которые умываться либо вот так вот попроще ведро с кружкой воды то есть после каждого похода в туалет вы подмываетесь это очень диковато для нас русских потому что ну это мне кажется супер не гигиенично в общественном месте пользоваться чужой этой кружкой но тем не менее вот это существует вот такие вот квартиры алжира я вам показала конечно не смогла сделать обзор многих квартир показала вам только одну и то съемную квартиру а так если конечно получить свое жилье и вкладывать в него деньги делать ремонт содержание то конечно можно очень красивую квартиру к себе организовать а я буду с вами прощаться друзья не забывайте меня поддерживать лайками новыми подписчиками буду держать связь с вами через комментарии всего доброго прощаюсь до новых встреч